Таблетки Супрастенекс оказывают влияние на гистаминную стадию аллергических реакций, предупреждают развитие и облегчают течение аллергических реакций, оказывают антиэксидативное, противозудное действие. В терапевтических дозах практически не оказывают седативного действия. Показания. Применяется для симптоматического лечения крапивницы, в том числе хронической и диопатической крапивницы, круглогодичного и сезонного аллергического ринита и конъюнктивита, зуд, чиханья, ринарея, слезотечения, гиперемия конъюнктивы, седной лихорадки, поленоз, отека квинки, аллергических дерматозов, сопровождающихся зудом и высыпаниями. Как принимать курс приема и дозировка? Препарат следует принимать во время еды или натощак, запивая небольшим количеством воды, таблетки не разжевывать. Суточную дозу рекомендуется принимать за один прием. Рекомендуемая доза для взрослых и детей старше 6 лет пожилым пациентам при условии нормальной функции почек 5 мг, 1 таблетка в сутки. Длительность приема зависит от заболевания. Курс лечения поленоза в среднем составляет от 1 до 6 недель. Противопоказания. Детский возраст до 6 лет для данной лекарственной формы. Беременность. Почечная недостаточность тяжелой степени. Период лактации. Непереносимость лактозы. Наследственный дефицит лактазы. Или синдром малиабсорбции глюкозы-глактозы. Повышенная чувствительность к активному или любому вспомогательному компоненту препарата. С осторожностью следует назначать прихронической почечной недостаточности. Пациентам пожилого возраста возможно снижение клубочковой фильтрации. Применение при беременности и кормлении грудью. Контролируемых клинических исследований по безопасности применения препарата у беременных женщин не проводилось, поэтому препарат не следует назначать при беременности. Левоцетиризин выделяется с грудным молоком, поэтому при необходимости применение в период лактации, грудное вскармливание на время приема препарата следует прекратить. Специальные указания. В период лечения рекомендуется воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Побочные действия. Со стороны обмена веществ. Очень редко. Увеличение массы тела. Со стороны центральной нервной системы. Часто. Сонливость. Главная боль. Повышенная утомляемость. Нечасто. Астения. Редко. Мигрень. Головокружение. Со стороны дыхательной системы. Очень редко. Диспное. Со стороны пищеварительной системы. Часто. Сухость во рту. Нечасто. Боли в животе. Очень редко. Тошнота. Диспепсия. Изменение функциональных печеночных проб. Аллергические реакции. Очень редко. Анофилоксия. Ангионевротический отек. Кожный зуд. Сыпь. Крапивница. Условия хранения и срок годности. Хранить при температуре не выше 30 градусов. Срок годности 5 лет.